сегодня у нас в студии полетаев андрей алексеевич это заместитель генерального директора компании хака москва здравствуйте андрей александр добрый день рады приветствовать ваш в нашей студии уже не секрет для наших зрителей что компания хака является генеральным подрядчиком и принимает непосредственное участие в строительстве инновационного центра совлмаш собственно хотелось бы наверное поподробнее познакомить наших зрителей с компанией хака ну и конечно же с этапами или с теми работами которые будут протекать начнем с краткого знакомства компания хака москва работает на российском рынке уже больше 30 лет еще в советском союзе 1989 году было создано совместное предприятие между финской компанией между строительной финской компании хака и российским советским тогда еще министерством союз электрон маш совместное предприятие для строительства здесь на территории ссср одним из первых объектов нашей компании здесь в россии был завод производства видеомагнитофонов в воронеже вы помните такие были в виде магнитофоны в м12 вот этот объект который наша компания строила когда-то ну за 30 лет много чего произошло уже и советского союза нет другой стране живем но наша компания с тех пор работает продолжает работать и по-прежнему мы занимаемся тем с чего и начинали то есть мы собственно строим объекты проектируем эти объекты и проводим все необходимые согласования этих объектов за 30 лет было построено очень много объектов наверное сотня уже и нашими клиентами стали десятки компаний различных и иностранных и российских ну такие имена российские как там от лукойла до яндекса иностранные вот бритиш петролиум до и на это технологии ну очень много я не буду не буду перечислять все не хочу обидеть наших клиентов но их очень много мы строим в основном промышленные здания или объекты такого повышенной сложности то есть это не такие непроходные объекты и собственно занимаемся как я сказал в общем всем циклом работ начиная от разработки концепции проектирование объекта получение всех необходимых разрешений согласований и до строительство объекта под ключ на протяжении 30 лет как я сказал уже объекта было много ну и не говоря пока еще не переходя к силу машу одним из интересных объектов последнего времени был 100 для компании 100 это центр обработки данных для компании яндекс крупнейший 100 который яндекс сейчас имеет в россии в городе владимире там электрическая мощность 50 мегаватт то есть это очень большой большой сот один из крупнейших в россии и как бы самый крупный яндекс очень интересный объект который вот мы сделали несколько лет назад но не буду рассказывать о всех наших достижениях но это коротко о нас а подскажите вот получается компания российская или компания совместная с финскими коллегами созданная все-таки на сегодняшний день ну юридическом плане мы российское юридическое лицо значит участием иностранного капитала я понял ну на самом деле у компании действительно очень богатый опыт и 30 лет это очень достойные показатели я думаю что раз за такой период было создано огромное количество значимых объектов это говорит о том что весь опыт накопленный вами за долгие годы работы получится применить при строительстве будущего пк тб совал маш и здесь наверное хотелось бы поподробнее узнать о планах строительства какие работы планируете выполнять и с какими сложностями может быть уже на сегодняшний день пришлось столкнуться вы правы каждый объект он по-своему он 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 не похож на на другой во всех объектах бывали какие то вопросы которые приходилось решать я не говорю про такие общие сложности в виде пандемии там или то что сейчас у нас происходит это на всех на нас влияет и действительно я думаю что если бы не эта ситуация мы бы все двигались и на этом объекте вперед быстрее что касается нашей работе на объекте совал маш нам очень интересно то что мы заключили такой договор и будем принимать и уже принимаем участие в этой работе наша работа на этом проекте будет заключаться как бы в чем мы сейчас занимаемся проектированием разработкой рабочей документации для строительства этого объекта и собственно построим этот объект до конца ну так сказать подключена что сейчас происходит конкретно сейчас начальная стадия этого процесса и мы сейчас занимаемся организации строительной площадкой только площадке то есть подводим временные коммуникации для того чтобы обеспечить объект электричеством водой так далее другими коммуникациями для этого разрабатываем рабочую документацию предстоит согласовать во всех этих органах которые нам эти ресурсы поставляют ну и одновременно как только будет получено разрешение на строительство мы собственно уже начинаем работы собственно на площадке начнется все с подготовки самой территории к вырубке лишних лесных насаждений которые там сейчас присутствуют поскольку они сейчас не позволяют построить как бы то что запланировано и собственно в начале работ первым делом уже в этом году начнутся работы по устройству фундаментов для того чтобы уже тоже в этом же году мы начали устройство металлического каркаса несущего для самого здания вот чем мы занимаемся сейчас я пока не вижу каких-то так сказать особых сложностей которые нам предстоит преодолеть их в общем то нет мы работаем по плану так что все идет вперед а многие наши зрители задают вопрос а почему же так долго происходит процесс вот начала основной части строительства к строительный городок уже довольно продолжительное время разворачивается проводится коммуникации и не происходит никаких работ это связано с тем что не получена до сих пор документация необходимая ну смотрите у нас в нашей стране есть определенный порядок реализации объектов и он собственно строительство строительство в этом во всем периоде занимает но как бы не основную часть все-таки до того как выйти на стройплощадку необходимо разработать проектную документацию это довольно большой объем документации затем пройти необходимые согласования и государственную экспертизу как в нашем случае это тоже занимает несколько месяцев после того как экспертиза пройденные получена положительное заключение эта экспертиза что объект соответствует всем нормативом уже можно получить разрешение на стоить мы сейчас находимся вот в этом этапе когда экспертиза пройдено и происходит как бы вот процедура получения разрешения строить это тоже некий процесс который тоже происходит не одномоментно. И как только разрешение строительства будет получено, можно будет собственно начать строительство. До этого по законодательству мы не имеем права на объекте проводить никаких работ, кроме как подготовительных, чем мы и занимаемся. Поэтому все идет по плану. И надеюсь и уверен даже, что объект будет построен в срок, который сейчас назначен нами. То есть фактически эта ситуация касается не только СОВЛМАШ, но и любой другой структуры. Это стандартная ситуация для всех объектов. Просто то, что мы видим, вот как бы стройка началась, это не значит, что сам проект только что начался. До этого была проведена большая работа, которая как бы не видна, но она требует затрат времени и сил. Я так полагаю и средств в том числе. Ну, конечно же. Это действительно нужно провести изыскания на площадке геологические, геодезические, экологические. Нужно сделать проект. Сама только проектная документация. Это несколько, если в бумажном виде, несколько томов, так сказать, чертежей и расчетов. Нужно пройти экспертизу. Все это требует времени и, соответственно, вложений, конечно же. А поподробнее по этапам строительства, если можно, так сказать, вот вы упомянули о том, что будет возводиться здание из каркасных сооружений. Вот на сегодняшний день эту работу будет выполнять компания «ХАКО Москва» или СУП-подрядчик, может быть? Смотрите, здесь мы по согласованию с заказчиком построили работу так, что собственно, производство каркаса, то есть стальных изделий, несущих колонн, перекрытий и так далее, а также поставку ограждающих конструкций, то есть стен, перекрытий и покрытий, будет выполнять компания «Астрон». Это известная компания, производство которой располагается в городе Ярославле, компания «Иностранная». Мы с этой компанией на самом деле уже строили несколько объектов, например, тот же «Яндекс», о котором я сказал, там тоже мы делали это именно так же. «Астрон» поставлял каркас, а наша задача была как бы все остальное, то есть подготовить площадку, провести инженерные коммуникации и наружные, подготовить фундаменты, сделать внутреннюю отделку, оснастить здания всеми инженерными системами, а это тоже очень большая работа, это вентиляция, водоснабжение, канализация, топление, технологические газы и так далее, то есть довольно большой комплект работ, который предстоит выполнить. Вот из этих всех работ, то, что касается каркаса, сейчас действительно выполняет компания «Астрон», она заканчивает уже сейчас разработку рабочей документации и скоро начнется уже производство этих конструкций, поскольку они производятся на заводе, и на объекте они будут просто монтироваться, то есть уже четко, точно выполненные конструкции будут смонтированы на объекте уже с применением практически болтовых соединений. А монтаж будет производиться силами компании «Хака»? В рамках данного проекта монтаж металлоконструкций будет производить производитель каркаса, то есть компания «Астрон». И вот, в принципе, вы сказали о том, что довольно большой объем работы предстоит выполнить и вентиляция, вот все то, что было перечислено. Насколько я знаю, что существует проектная документация, где есть проект, а есть фактическое исполнение. И бывают такие случаи, когда, к сожалению, фактическое исполнение не соответствует тому, что было задумано. Вот как мы обезопасим себя в этом плане и наверняка будет выполняться какой-то надзор за ходом выполнения работ. Ну, смотрите, есть действительно нормативно, нормативно предусмотренная процедура. И если говорить про документацию, то документация есть трех видов. Это проектная документация, которая проходит экспертизу, это уже сделано. Это рабочая документация, которая уточняет и конкретизирует все решения технические, которые концептуально были приняты на стадии проектной документации. Эта документация рабочая необходима для того, чтобы объект построить, то есть заказать необходимые изделия, оборудование, материалы, ну, все, что необходимо для строительства. Затем, когда стройка будет идти и будет закончена, будет выполнена исполнительная документация. Это то, как объект реально построен. Как правило, они как бы совпадают, но бывают, конечно, какие-то нюансы, которые там на стадии проектирования либо не были предусмотрены, либо в процессе выполнения работ, там, как заказчик или кто-то принял решение что-то поменять, ну, в рамках возможного изменения, то тогда вот эти изменения, они отражаются в исполнительной документации. Есть документация, которая точно показывает, как и каким образом объект построен для того, чтобы уже в процессе эксплуатации все, тот, кто будет заниматься уже работой эксплуатации этого объекта, знали точно, как это сделано. Что касается надзора, это очень хороший вопрос. Строительный надзор и контроль вообще по законодательству и на нашем объекте в том числе будет вестись с трех сторон. Это, во-первых, государственный строительный надзор, есть инспекция государственного строительного надзора, которые объекты такого рода и наши в том числе проводят за ним надзор. То есть они с определенной периодичностью приезжают на объект и смотрят, каким образом ведутся работы, соответствуют ли эти работы утвержденной проектной документации и в случае одобрения этой работы продолжаются. Если есть какие-то вопросы, то, соответственно, эти замечания этого строительного надзора, они должны быть устранены. Это одна часть. есть потом строительный контроль со стороны генподрядчика, это мы, и мы такой строительный контроль будем своими специалистами вестись со своей стороны, контролировать качество и технологию выполнения строительных работ. Есть третий вид строительного контроля, это строительный контроль заказчика. В данном случае со стороны СОВЛМАШ такой строительный контроль будет производиться владельцем этой площадки технопарком. То есть, у них есть своя служба, которая со стороны заказчика, по поручению заказчика, будет вестись строительный контроль. Таким образом, контроль за качеством работ с трех сторон будет вестись, и я уверен, что все будет сделано так, что никаких замечаний не будет. Действительно, у нас проскакивала такая фраза, я бы даже сказал, термин авторский надзор. То есть, насколько я понимаю, речь идет о контроле как раз-таки со стороны генподрядчика в данном случае. Я уточню, авторский надзор это контроль со стороны разработчика проекта. То есть, проектировщик, тот, кто придумал, да, ну, как бы в теоретической части, придумал это, он действительно со своей стороны ведет надзор за тем, чтобы на строительной площадке все его решения были реализованы именно так, как он задумал. В этом смысле, да, действительно, можно еще четвертую степень контроля назначить, то есть, контроль проектировщика, контроль заказчика, то есть, СОВЛМАШ, контроль генподрядчика, то есть, наш, еще государственный контроль, то есть, органов государственной власти. С четырех сторон будет контролировать. Фактически, сделать что-то не по плану точно не удастся. Это точно не удастся, поэтому, ну, вернее, и задачи такой ни у кого нет, но я имею в виду, что все будет, все будут уверены, что все решения, которые реализованы на месте, они соответствуют именно тому, что задумался СОВЛМАШ как заказчик этого объекта, и мы, как компания, которая это реализует, как бы мы это и сделаем именно так. Тоже очень важный вопрос, который, я бы сказал, истязает наших зрителей в связи с пандемией коронавируса, которая, скажем так, затронула весь мир, сроки строительства были немного сдвинуты. И на сегодняшний день, судя по срокам получения всей необходимой разрешительной документации, кончается теплый сезон, начинается осенний, скоро выпадет, снег, начнется зима. Вот это как-то повлияет на скорость выполнения определенных работ или здесь этот фактор можно не учитывать? Смотрите, отвечу так. Действительно, коронавирус, пандемия и так далее повлияла на всех нас, ну, в том числе и на этот проект. Мы знаем, что какое-то время компании не работали, был перерыв. Но этот период уже прошел, и мы сейчас уже все работаем. Надеюсь, что в дальнейшем коронавирус не будет прогрессировать и не повторится эта ситуация. Что касается графика, который, как я знаю, уже демонстрировался вашим зрителям, то он, этот график, составлен уже с учетом того, с учетом текущей ситуации. В нем уже учтена вот эта текущая ситуация. И, как я сказал, вот, наступление зимних колодов уже в этом графике тоже учтены. То есть, до зимних колодов мы уже успеем устроить фундаменты и начнется монтаж металлического каркаса. И, собственно, этот график будет соблюден. Так что, здесь я не вижу каких-то вопросов. Еще один вопрос тоже очень интересующих наших зрителей. Было выбрано решение создания здания из металлоконструкции. То есть, многие заводы на территории Российской Федерации, как минимум советские, они были выполнены все-таки из бетона, были капитальные тяжелые сооружения. Чем вариант с металлоконструкцией лучше или, может быть, наоборот, отличается от, собственно, зданий из бетона? Действительно, конструктивно есть две возможности возведения несущего каркаса для такого типа здания. Это с применением железобетона, либо сборного железобетона, то есть, выполненного на заводе в виде элементов, там, колонны отдельно и так далее. Либо с применением металлических конструкций. Выбор типа таких конструкций зависит от многих факторов. Они, конечно, были в нашем случае проанализированы. И, поскольку с одной стороны, в нашем случае нет необходимости устройства железобетонных конструкций, которые бы воспринимали какие-то огромные нагрузки. В нашем случае оборудование, которое в инновационном центре предусмотрено, оно относительно не тяжелое. Это не мартеновские печи, я не знаю, что-то такое. С другой стороны, в нашем случае есть довольно большие необходимости устройства значительных пространств, а чтобы эти пространства закрыть крышей, применение стальных конструкций более экономично, чем применение железобетонных ферм или балок. Действительно, еще в советские времена мы помним, очень много предприятий строились с применением таких конструкций железобетонных, например, фермы, я помню, там 12, 24 и даже там 36 метров. Но это конструкции, которые точно нужно делать на заводе. Сейчас практически это не применяется, потому что все-таки использование стального каркаса обеспечивает более быстрый монтаж и в конце концов экономически более цельно-сообразно. Поэтому да, и мало того, стальной каркас весь изготавливается изначально на заводе, то есть в условиях производства, где можно обеспечить очень большую точность, обеспечить правильные сварные швы, обработку всех материалов, антикоррозионную защиту и так далее. Это гораздо более правильный с точки зрения улучшения качества способ, чем в построечных условиях что-то там создавать и на месте делать. В этом смысле использование стального каркаса как раз и обеспечивает и лучшие экономические показатели для объекта именно вот такого типа, и быстроту монтажа, и более высокое качество этих конструкций. Именно поэтому они были выбраны. А с точки зрения теплопроводимости вот насколько я знаю, что вроде бы тоже данное решение легче отапливать дешевле в содержании в итоге или нет? Ну, если мы говорим про отопление, то мы уже больше говорим про не несущий каркас, то есть не то, что держит здание, а про ограждающие конструкции, то есть про стены, про кровлю и так далее. В нашем случае в качестве стен, в качестве материала для выполнения стен используются сэндвич-панели, то есть это элементы, которые как бы состоят из двух листов, двух стальных листов специально обработанных, внутри которого есть теплоизоляционный материал, минеральная вата. Теплотехнические свойства минеральной ваты, там 150 миллиметров, они по своей эффективности гораздо выше, чем применение бетонных или других конструкций для получения того же коэффициента теплопередачи, бетонные и прочие тяжелые конструкции должны быть гораздо более массивными и так далее. В этом смысле эффективность применения сэндвич-панелей она в разы выше, чем более тяжелых материалов, таких как бетон, кирпич и прочие. Поэтому это решение как бы на самом деле вы можете увидеть очень распространено во всем мире, в том числе здесь в России, именно потому, что это более эффективный способ и с точки зрения получения затрат энергии на отопление этого здания, ну и на взведение этого здания тоже. Это более эффективный способ экономичный. ну и я так понимаю в завершении нашего диалога я думаю будет зрителям интересно узнать тот график, план график, который предварительно был представлен, там конечной точкой является подписание акта. Немного подробнее по этапам строительства, что нас ждет и какова конечная финальная точка. график действительно поэтапно составлен таким образом, что, как я сказал, уже в этом году начинается собственно строительная работа на площадке с возведения фундаментов и устройства каркаса. В следующем году металлический каркас будет полностью смонтирован, смонтирована вся коробка здания, установлены все окна, двери, ворота, ну и так далее. Все, что как бы относится к внешнему виду, устроены все перекрытия внутри, перегородки, сделана вся отделка, устроены все инженерные системы, отопление, вентиляция, водоснабжение, канализация, для того, чтобы здание могло функционировать в полном объеме. К концу года планируется уже начать монтаж технологического оборудования, для того, чтобы как бы СОВЛ-Маш мог начать работать. И по процедуре, которая как бы законодательнее утверждена, после того, как объект будет готов, есть еще такой этап, который проводит государственный строительный надзор, который будет все это время надзирать за этим объектом, за качеством проведения работ. А на финальной стадии, когда объект будет закончен, состоится окончательная проверка государственным строительным надзором этого объекта, результатом которого будет заключение о соответствии этого объекта строительным нормам и правилам и той проектной документации, которая была уже разработана и прошла экспертизу. После того, как стройный надзор даст вот это заключение, после этого тогда уже мы можем передать объекты, документы, простите, на получение как раз разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Там готовится определенный пакет документов, результатом которого будет получение СОВЛМАШ собственно разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, который позволит уже начать эксплуатацию этого объекта, то есть объект будет закончен, принят всеми государственными органами, и СОВЛМАШ начнет уже собственно свою инновационную деятельность на этом объекте. Это уже произойдет в начале 2022 года. То есть фактически с того момента ПКТБ будет уже полностью укомплектовано оборудованием, рабочими местами и всем необходимым. То есть можно будет после получения всех разрешений просто заходить и начинать работать. Именно так. Единственное, что как вы знаете, весь этот комплекс, он позволяет развиваться СОВЛМАШ. Сейчас будет сделано все для первого этапа. Весь проект сделан так, что первый этап позволит, как вы говорите, уже начать работу, но есть возможность добавлять технологическое оборудование, развивать его, добавлять технологические участки. Для этого есть все необходимые площади, будет оснащено все это необходимыми инженерными системами, для того, чтобы потребности вот эти инновационные СОВЛМАШ, они могли быть в этом объекте удовлетворены монтажом другого оборудования или там переналадкой существующего оборудования. Но действительно, после того, как разрешение на вот объект эксплуатации будет получено, то вот начнется уже реальная работа, продолжится, которая ведется уже на новом месте. Я думаю, этого события ждут очень много наших зрителей, людей, участников проекта, инвесторов, и действительно, это будет огромным подарком для всех нас. Да, мы приложим к этому все усилия. Спасибо вам большое. И вы знаете, еще есть один такой вопрос. Как много на вашей памяти проектно-конструкторских технологических бюро на сегодняшний день в России создается, и есть ли может быть какая-то сложность с созданием подобных сооружений? Потому что, насколько я знаю, многие объекты, которые создаются, они уже делаются по образу и подобию других подобных, и, наверное, это несколько проще, нежели чем разрабатывать что-то с нуля. Вот существуют ли аналоги того, что сейчас делается для СОВЛМАШ в мире? Или в России в частности? Вы знаете, я могу сказать, если про то, что говорится на моей памяти, в нашем списке того, чем мы занимались в перечне наших объектов, такие объекты были. Они, правда, совсем из другой области, там, мы, например, создавали здесь в России, вместе с заказчиком, конечно, мы им помогали производство лакокрасочной продукции, которая, как бы, у нас в России на том момент не было. Для этого на том объекте мы использовали технологию иностранную, западную, немецкую. А в данном случае, вот в случае СОВЛМАШа, я считаю, что этот объект уникальным, потому что мы видим, общаясь с сотрудниками СОВЛМАШа, что это совершенно уникальное производство. Мало того, оно уникальное еще тем, что оно российское, оно наше. Здесь не используется что-то, что как бы можно поехать и посмотреть где-то. Общаясь с сотрудниками СОВЛМАШа, мы видим очень высокую подготовку и профессионализм, как бы глубокое знание дела, что именно вы хотите сделать и ваши планы. Это действительно очень интересно. В этом смысле этот объект уникальный для нас. Такого, для российского рынка мы объекта не делали. Я думаю, что это и не только для нас, это вообще для нашей всей жизни объект необычный и уникальный. Спасибо большое. Очень приятно слышать это из ваших уст. Спасибо вам. Спасибо большое, что посетили нас. Я думаю, что мы с вами еще запишем отдельный видеоролик, где поподробнее раскроем тему компании Хака, может быть, покажем некоторые ваши работы, которые были созданы. И я думаю, что нашим зрителям это будет крайне интересно. Поэтому, уважаемые зрители, оставляйте свои комментарии, возможные вопросы и следите внимательно за нашими социальными сетями. Я думаю, скоро мы расскажем вам много интересной информации. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. Спасибо.